Чтобы удивить друзей и родных, не нужно далеко ехать. Достаточно прийти в историческую часть города. Древняя Рязань, в былые времена называемая Переяславль-Рязанский, была основана на слиянии двух рек – Трубеж и Лыбедь. Трубежем мы и сейчас можем любоваться у подножия Кремля. Лыбедь же в середине 20 века была забрана в трубу. И в том месте, где она протекала, сейчас находится Лыбецкий бульвар. Лыбедь, она, конечно, никуда не делась. Она течет под землей. Есть у нас пара мест в городе, где она выходит на поверхность. В частности, мы с вами находимся как раз возле такого места, где на Лыбедь, на эту узенькую, грязненькую, маленькую речку еще можно посмотреть. Не все знают, что на территории Рязани есть несколько монастырей. Один из них – Казанский женский монастырь – стоял как раз на слиянии двух рек. Однако пробыл он здесь недолго. В конце 18 века у нас масштабная перестройка города была по градостроительному плану Екатерина II. В общем-то, у нас новые улицы появились, новые площади. Ну и в том числе, вот эти изменения коснулись и Казанского монастыря. Он поменял свое место расположения. Найти памятник архитектуры можно по адресу улица Фурманова, дом 56. Когда-то на территории монастыря было около 40 строений, среди которых небольшой свечной заводик и пекарня. Сейчас остался только храм, кусочек стены и несколько построек. Удивительный сад уничтожили в советское время. На его месте построили швейную фабрику, которая сейчас стоит в запустении. В начале 2000-х годов был восстановлен храм. Вот мы увидим, он в неплохом состоянии сейчас находится. А вот колокольня с надвратной церковью Святой Варвары, со звонницей, она восстановлена не была. И сейчас она находится в том виде, в котором она была при советской власти. Это обычный жилой дом. Продолжим движение в сторону торгового городка. Знаете ли вы, что на улице Затинной расположены целых два храма, которые были построены еще в допетровскую эпоху? Благовещенская церковь – одна из самых древних, находящихся на территории Рязани. Была построена в 1673 году, то есть это вторая половина 17 века, и она старше, чем, например, наш Успенский собор. Характерна очень для этого времени архитектура, шатровая колоколинка, небольшие купола. Типичная архитектура для типичного посадского храма с небольшим приходом. Похоже, выглядит и храм в честь входа Господня в Иерусалим. Несмотря на древность постройки, церковь здесь была и раньше. В начале 16 века рязанцы приходили молиться в деревянный храм. Однако он часто горел, и в середине века его заменили на каменный. И сама часть вот этой улицы, сейчас она называется Затинной, то есть у нас вся вот эта улица называется Затинная, до революции эта часть улицы называлась Иерусалимской, ну как раз по названию этого храма. Однако подойти к храму можно не только со стороны улицы Затинной. Второй вход расположен на улице Скоморошинской. Она в свою очередь примечательна тем, что является уникальным для России названием. Второй такой нет нигде. Так что рязанцам точно есть чем гордиться.